здравия желаю cold steel air light общая длина 203 миллиметра длина клинка 89 миллиметров толщина клинка 3 миллиметра сталь aus 10a рукоять g10 замок 3a блок вес 91 грамм произведен нож в тайване и наконец-то ночное приготовление обеда сегодня у меня будет блюдо даже не знаю как называется увидел его случайно вчера на канале chichen kitchen ссылка на это короткое видео будет в описании поэтому советую взглянуть чтобы увидеть оригинал ну и меня будет то же самое только без мяса походик мой сегодня выдался очень интересный необычный выбрался в новое место казалось бы все уже вокруг все давно изведано но все равно нашлось мечи местечко направления в котором я еще не бывал пошел по железнодорожной ветке от gd вокзала и она закончилась старая железнодорожная ветка она уже не функционирует уже разобрана буквально метров 100 наверно прошел как видели в начале совсем немного и дальше уже осталось от нее только одно название а параллельно кстати рядом вторая ветка уходит в сторону по 90 градусов и вот в том направлении я уже бывал несколько раз ходил на озера по этому железнодорожному пути но он еще функционирует пассажирские составы там не ездят а только товарняки иногда проезжают нарежу лук такими небольшими кубиками но как всегда я все уже нарезал и забыл включить камеру в общем по луку очень даже неплохо не подкалывает не прилипает прям достойно отработал обжарю его вместе со сладким перцем и помидорами и так продолжу свои сказки дядюшки римуса в общем прошел я по этой ветке она закончилась практически но это насыпь которая от нее осталось практически сразу рядом построена новая дорога которая ее там перепахала частично и появилась велосипедная дорожка такая сбоку тоже выехала скажем так и я по ней начал идти шикарная дорожка просто шикарнейшая но смотрю этой ветки не видно думаю ну наверное тут перепахали все перри перри в общем переворотили где-то она дальше появятся ее просто следы на ну место само где она была так то рельс уже даже и шпал нету все оттуда убрали начал я идти по этой велосипедной дорожке когда смотрю тогда вроде вот она где-то наверно стороне в деревьях это остатки этой ветки находятся ну и по карте смотрю на google картах что-то по спутнику иду я правильно верно направлении по перцу прям идеально что-то как протягом врезается что просто прям прям отлично работает удобно хорошо четко нарезается вот шел я шел по этой велосипедной дорожке и смотрю что где же это где эти остатки думаете мне по этой дорожке или все-таки свернуть на эти остатки этой же до ветки и потом как только подошел к мосту его это же ранее увидел на картах который вдоль который пересекает небольшую речушку и понимаю что это велосипедная прогулочная дорожка это и есть остатки этой же до ветки и и просто переделали под нужды ну под современные нужды скажем так коль там уже поезда не ходят решили сделать велосипедную прогулочную дорожку вот можно видеть мост еще старинные вряд ли эту всю насыпь все это строили ради того что просто велосипедную дорожку соорудить ну и туда помидор пока еще все не сгорело кстати посмотрим я вот был недавно тест на прошлой неделе я делал он чуть-чуть подсел во время теста до было видно и дома я глянул кромочка была чуть-чуть так блестела не то что замята никаких таких прям серьезных заминов не было но она так блестела временами таки микро заменщики я его поправил на мусате буквально там какие-то полминуты и режет но постараюсь так тонко в общем ну врезается он тонко не хочу еще сыграться я уже есть хочу обедать чем вот это вот игры с этими но а но моментами все равно по помидору чуть-чуть проскальзывает по по шкурке по его кожице как-то так непонятно прям удивительно и вот и насколько круто я это как понял блин как классно сделали да люди просто уважухаем блин ну красавчики такого решения я еще не видел взять ж.д. ветку старую переделать под дорожку до бывало я видел что как распахивают частично она становится дорогой такой грунтовкой но тут именно полностью именно отдали и под велосипедную и пешеходную дорожку вот это прям очень круто люблю такие вещи когда что-то что уже не нужно не функционирует его как бы переделают под современные нужды видал я старое строение из которых делают разные торговые центры какие-то там места там зоны отдыха но такого что переделать жидоветку я еще не видел ну и овощи мы обжариваются добавлю туда еще в идеале мясо добавляется но у меня растительное мясо какое-то соевое гороха в общем какая-то фигня да я добавлю и все это вместе обжарю кстати довольно вкусная штуковина ну а теперь в дело пойдут баклажаны в общем шел я шел по этой дорожке тире ж.д. ветки и дошел до населенного пункта на мне привела там она и закончилась пошла в сторону уже все как бы закончилась вышла на тротуар а я обошел это и вышел на дальше на остатки этой ветки уже насыпь саму она там была и пошел по ней дальше да конечно такой большой продукт таким небольшим клинком разрезать не очень комфортно ну скорее всего я буду делать это раз в жизни нарезать баклажан этим ножом а какие-то бутерброды приготовить или что-то попроще круто картоху нажарить он с этим справится я считаю вполне отлично да здесь конечно такое себе приходится его как-то даже клинка длины клинка хватает просто впритык с этой зажаркой все добавлю еще соль и перец на такая смесь приправок и откладываю в сторону блин то можно уже останавливаться и то есть и побрел я дальше и из интересного что видел вышел к реке и видел там хатку бобро даже не хатку а плотину бобровью плотину в первый раз прям такую мощную конкретную до этого видал пару раз но это прям такая самая самая конкретно ну их как всегда не видно то ли они ночные животные то ли не знаю как их вообще где-то можно ли их где-либо увидеть ну и видно вот на той стороне реки за дальше вот в начале леска там как раз место их лесопилка поваленные ими деревья видно что они их сгрызли в общем повалили и использовали в своем строительстве ну да максимально неудобно конечно когда вот эти остатки баклажанов вырезать из них тонкие дольки такие под конец я практически филирую этот баклажан и пластины эти на сковородку ну пока это все жарится нарежу сыр большой кусок кстати туго разрезает еле я его прошел прям давить пришлось так конкретно ну и даже вот поменьше уже проще но все равно а вот как целую эту головку я его еле разрезал до нож не сырный нарежу вообще в идеале на терку натереть ну это же тест ножа какая терка если будет тест терки я буду натирать на ней а так нарежу постараюсь по крайней мере мелкими какими-то кубиками нарезать да вот здесь бы как раз пригодился в таком деле сырный нож викторинокс викторинокс сомелье как он там правильно называется я не знаю который со штопором сырным ножом с обычным вот как раз для таких задач да ну маленькие кусочки уже конечно проще ну реально большую ту я как всегда не заснял не включил камеру прям я его еле продавил так именно продавливание еще встретил такого из интересного какие-то норы на холме такой как бы склон какой-то я не знаю даже как это на нем холмик в общем там какие-то норы первый раз таки видела и так много вместе и следы видно какие-то лапки в общем кто-то там обитает ну наверное или лисы или барсуки как мне кажется до сыр на шатающейся доске конечно не очень удобно нарезать а вот кстати там впереди и видна это велодорожка пешка ход на это ветка вот желтая перила по которым я шел в ту сторону влево а сейчас пойду вправо обратно ну тогда это все конечно доготовлю и съем и далее там выкладывается в идеале слоями сыр потом вот это вот вся мясо с этими с овощами потом обратно ну я положу без какие там слоя сначала бахну вот эту свою зажарку и еще томатный сок заливается это томатным соком потом сверху сыр ну и в идеале это все вот так вот закручивается сверху прикрывается но посмотрите там реально интересно классно получается и тушится какое-то время но я просто сейчас залью соком присыплю сыром а сам налью чаек почаевничаю подожду пока это все сготовится и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну и думаю, уже можно выключать И практически конец Нарезаю хлеб Зелень Притрушиваю И на этом все По хлебу норм, кстати Вот и все Наконец-то я все это нарезал Ну, нож справился как? Если честно, мне даже все равно, как он справился Мне главный результат Я не останусь голодный Так как в пути я нахожусь уже почти 5 часов Со всеми движениями, изготовкой и прочим И есть уже очень сильно хочется А сейчас я выдвигаюсь Возможно, или по тому же пути обратно Или же вот так вот вдоль Этой речки по дорожке Пойду к мосту И все, там уже и финиш На этом все Конец связи Ах да, если будет вкусно То я подам знак Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok